Фае зимнего театра – самая настоящая новогодняя сказка. Тут и символы уходящего года иного. Красивые фото зоны с живым снеговиком, где каждый сделал фото на память. Мы создаем себе настроение. Мы должны любить друг друга и желать любви друг другу всем окружающим. Я в новогоднюю ночь хочу всем пожелать мира, счастья, добра и любви. Чувствуется, да, приближение нового года, уже настроение сказочное. Что мечты должны сбыться в следующем году. И мы очень рады, что мы сюда попали. Смена обстановки, тем более такое место, зимний театр – очень красивое место. Мы очень рады, что нас пригласили. А сочинцам и на самом деле есть чему радоваться, отмечает в своем выступлении глава города Анатолий Пахомов. Потому что они создали город-праздник. Сейчас еще и с новогодним оформлением и подсветкой. Лучших в оформлении руководителей парков развлечений, домов культуры, банков, кафе, поликлиник и магазинов сегодня наградили грамотами. Но свою личную оценку глава города поставит завтра, накануне Нового года. Оценку работы главам районов и начальникам управления по новогоднему оформлению я дам завтра. После того, как сам все это увижу. Поэтому у каждого есть еще возможность доделать. Среди районов, в самом ярко украшенном, жюри признала Центральная. На втором месте Лазаревский, на третьем – Адлер и Хоста. Говорили сегодня и о том, сколько труда сочинцы вкладывают, чтобы наш город стал безусловным лидером курортной индустрии Краснодарского края. В этом году он принял 6 миллионов гостей. В 2018-м на курорте событийных мероприятий прошло в три раза больше, чем в 2017-м, что привлекает на курорт дополнительных туристов. У сочинцев есть мотивация к патриотизму, они очень любят город. У сочинцев есть мотивация к гостеприимству, потому что они радуются гостям. И поэтому они замечательные люди, и эти замечательные люди заслужили и похвальбы, и, конечно, замечательного Нового года. И, конечно, я желаю сочинцам, чтобы все их мечты сбылись, чтобы они не болели, чтобы они были здоровы, занимались спортом и были счастливы. В Сочи модернизируют городскую среду, развивается социальная инфраструктура, построена новая школа в Совет Кваджи, новый корпус школы в Веселом, детский сад Клао. Обустроено 48 новых спортивных и детских площадок. Выполнены работы по благоустройству 10 общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Более 130 сочинских семей переедут в Новый год из аварийного жилья в новые квартиры. Открыт новый перинатальный центр поликлиника для жителей Светланы, два офиса врача общей практики в селах Измайловка и Краевско-Армянская. В перспективе строительства пристроек к детским садам, школ на Мамайке и Красной Поляне, модернизации водопроводных сетей. В Сочи вошел в федеральную программу «Чистая вода». В ее рамках будут заменены старые коммунальные сети. Задача одна – улучшить условия жизни сочинцев и оставаться лучшим курортом для гостей. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».